всем привет с вами обычный пользователь меня зовут вадим и сегодня я бы хотел вернуться к такому дистрибутиву как linux mint и поговорить на такую тему как более свежая версия ядра в linux mint 21 у нас используется ядрышка версии 5.15 относительно свежие но если у вас какое-то прям новое свежайшее оборудование то возможно могут какие-то проблемы всплыть хуже быть производительность некорректно работать какое-то оборудование что с этим можно поделать нашим любимым linux mint можно воспользоваться стандартными средствами открываем синаптик и далее в поиске ищем следующее сочетание слов linux image по умолчанию видим ядрышка 5.15 различных версий далее листаем ниже также видим 5.15 5.15 различных модификаций но если прокрутить пониже то вот начинаются пакеты связанные с 5.17 но и находим самое последнее 5.17 0 10 17 отмечаем для установки подхватываются соответствующие модули ядра нажимаем применить нажимаем еще раз применить еще раз применить и ждем пока у нас установится необходимые пакеты ожидаем окончания установки а затем перезагружаем систему готова ну и теперь просто-напросто перезапускаемся перезагрузиться что касается предыдущих версий ядра 5.15 у меня сейчас оставлено только самая последняя версия полностью если я даже попробую удалить и эту версию ядра 5.15 мне система скажет нет я хочу чтобы она была предустановлена и добавит его в обновление поэтому она в любом случае у нас должно быть хорошо но если нам хочется вообще свежак не 5.17 а например 5.19 или там уже шестую версию ядра которая будет в скором времени с этим нам может помочь такая штука как xan мод ядро для ее установки нужно перейти на официальный сайт сан мод вернул вот он сайтец описываются все фичи данного ядра улучшенная многозадачность улучшенная производительность и куча всего другого тут вы можете почитать выбираем например нужная нам ядрышко 5.19 стейбл 5.19 edge ну допустим выберем там от edge ядрышко дальше крутим вниз видим опять же здесь латест edge можем почитать здесь можно с помощью репозитория здесь можно без репозитория ну допустим добавим репозиторий чтобы ядро само обновлялось копируем команды добавляем репозиторий естественно вводим пароль куда же без него далее добавляем ключ репозитория вставляем ну и далее производим установку ядра сначала произойдет обновление списков репозитория списков пакетов а затем произойдет установка вот такое количество пакетов у нас будет установлено утверждаем и дожидаемся когда все скачается и установится тогда мы будем иметь в своей системе самое последнее ядрышко xan мод это опять же нужно для тех у кого совсем свежее железо например вы загрузились хоть каким-то образом даже возможно без графического интерфейса но у вас например заработала сеть и соответственно вы можете подгрузить ядрышко вот с помощью этих команд убив их вручную тут уж если нету графического интерфейса то придется заморочиться но куда деваться устанавливайте ядро обновляете информацию и перезагружаете компьютеры у вас все запускается примерно таким методом я хочу попробовать установить стабильную версию debian где ядро 510 на свой компьютер на тестовый ssd на котором у меня используется видеокарточка rx 6400 не факт что заработает потому что еще и меза там скорее все будет старая но попробуем готово ядро у нас обновилась ну и теперь пробуем еще раз перри загрузиться загрузились в систему и давайте посмотрим что у нас теперь по ядру вуаля используется ядро 51911 xan мод очень очень свежее ядро такое же примерно как какому-нибудь арч линуксе манжаре alt linux сизиф и тому подобных дистрибутивах но здесь у нас в стабильном linux mint который основан на базе ubuntu который официальное ядро это 515 имеем самое последнее ядрышко версии 519 вот такие варианты у нас имеются с данным дистрибутивом если вам нужно свежая версия ядра то без проблем можно воспользоваться такими вот способами оставлю небольшую шпаргалочку под видео также нужно будет сделать статейку по linux mint а вот таким вот особенностям интересным вещам которые можно делать с данным дистрибутивом подписывайтесь на telegram канал куда выкладывается полезная информация различные статьи все ссылки на видео различные шпаргалки различные статейки сюда выкладываю не только я и но и мои администраторы люди которые мне помогают заходите в чате где мы делимся новостями где мы помогаем друг другу решать вопросы которые возникают при использовании дистрибутивов linux подписывайтесь на яндекс дэн куда первую очередь попадают все видео вся полезная информация изначально все видосы появляются здесь а потом уже распространяются по всем площадкам только новости попадают в первую очередь именно в telegram а потом уже распространяются том числе и на яндекс дэн подписывайтесь на рутуб канал подписывайтесь на группу вконтакте куда также происходит дубляж всей полезной информации всех новостей всех видосов но естественно подписывайтесь на youtube канал где эксклюзивно проводятся стримы по различным дистрибутивом linux по играм на linux также у нас недавно появился резервный чатик в российском мессенджере а секью уже 24 человека поэтому заходите если вам здесь вдруг удобнее то почему бы нет а на этом все до новых встреч пока пока